Денис, снова приветствую тебя на нашем совместном видеоролике, в видеоконтенте. Фундаментальный технический обзор самого интересного, что есть сейчас, прямо сейчас на рынках. Мы делимся своей точкой зрения, рассказываем вам, друзья, о плоскости разных подходов к пониманию общих рыночных тенденций. Сегодня, к сожалению, Денис, мы не сможем воочию наблюдать. Графики он нам, конечно же, покажет. Это все небольшие технические трудности, но ничего страшного, совсем скоро все будет в прежнем формате. Поэтому, Денис, давай тогда, чтобы не зацикливаться именно на наших фейсах, прям графиком сразу. Секундочку. Так, демонстрация должна была пойти уже. Я предлагаю сегодня, Денис, рассмотреть европейскую валюту, сделать акцент на рынок нефти и пробежаться еще по перспективам эталона фондового рынка США, индекса S&P 500. Вот, что касается рынка нефти, вот там сейчас он у меня открыт, я слежу за брендом. Вот у нас с тобой хороший тандем всегда получается, потому что ты анализируешь секцию именно нефтянки WTI. То есть мы сразу охватываем, опять же, два инструмента рынка нефти и, опять же, удовлетворяем потребности тех, кто следит либо за первым, либо за вторым. Хотя, в целом, у них динамика, в принципе, одна и та же. Что касается рынка нефти, сейчас довольно интересная ситуация. В целом, если с позиции фундамента подойти к нему, очень много факторов, новостей, которые способствовали и росту рынка нефти. В частности, это и последний комментарий ОПЕК, как мы помним о том, что в случае чего энергетический пакт может быть усилен по дополнительным договоренностям. Мы следим еще за статистикой по запасам. Запасы снижаются. Это все факторы роста цены на нефть. Есть и, разумеется, то, что могут использовать продавцы. Это та же самая Ливия, которая уже активно планирует увеличить добычу и разогнать производство до 300 тысяч баррель. То есть в три раза выше, чем мы видели в августе. Причем произойти это может уже через пару недель. Слабость мировой экономики. Сейчас все говорят о второй волне пандемии. И это не просто разговоры, но действительно они опираются на факты. Мы видим всплески количества заболевших, рост числа в мире повсеместно. Особенно плохо сейчас развивается эпидемиологическая картина в Штатах, в Англии, ну и в странах еврозоны. То есть получается как бы по фундаменту баланс у нас по рынку нефти. Но вот со вчерашнего дня все-таки более активны сейчас покупатели, потому что индекс американской валюты, в целом индекс доллара, американская валюта начала подавать признаки слабости. И, конечно же, как только доллар оснижается, это способствует большему интересу к всей секции сырьевых инструментов, потому что, ну, логично, сырье становится более доступным для инвесторов в других валютах. Я предлагаю воспользоваться текущей возможностью, то есть пока у нас есть все-таки перекос в пользу покупателей, поставить на то, что рынок нефти, в частности Brent, может уйти в район 43-50. Ну, моя такая среднесрочная цель – это 45 долларов за баррель. Это очень рискованная сделка. Я, честно говоря, еще буду принимать решение, входить в нее или нет, но это так точка зрения для тех и рекомендаций, кто все-таки сейчас ищет возможности как-либо поступить с нефтянкой. То есть в качестве сделки может получиться очень неплохой вход, если мы, например, дождем пробоя вот отметки 43 доллара за баррель, либо вот дождемся коррекции в район скользящей средней, то есть в район 42-30. То есть это две разные точки входа, но в целом сделка предполагает покупку. Не знаю, что в моменте произойдет быстрее, протестируем мы указанное сопротивление, либо все-таки скорректируемся к поддержке. Но судя по тому, что сейчас котировки растут, я думаю, что рынок нефти может продолжить дальше двигаться вверх и, соответственно, уже можно будет брать 43 долларов за баррель. Что касается евро против доллара, сейчас остается уже не первую неделю, но центральной новостью, событием, как бы ожиданием для фундаменталистов – это вот решение Конгресса по новому пакету фискальных стимулов. Пока что Конгресс занят согласованием и тем, кем можно занять должность верховного судьи в Штатах. Я думаю, что на следующей неделе они уже окончательно разберутся. Трамп вроде бы как в эту субботу собирается предложить кандидатуру. Конечно же, будет очень много возни, ведь Трамп в последнее время наделил верховного судью статусом полномочиями, скажем так, определять все-таки, кто в конце концов станет следующим президентом США после выборов. То есть фактически решение и признание результатов голосования будет за ним. Поэтому борьба точно будет с понедельником между республиканцами и демократами. В конце концов, после этого они должны будут переключиться на вопрос новых фискальных стимулов. Всю эту неделю мы слышали от Федрезерва, как тот призывал Конгресс немедлить, потому что экономике сейчас нужны деньги. Если Конгресс одобрит новый пакет фискальных стимулов, это сумма, скорее всего, 2,2 триллиона долларов, то у нас снова индекс американской валюты полетит вниз, и как мы будем использовать это для евро? Конечно же, покупки. Я продолжаю перезаходить в евро с короткими стопами. Многие последние сделки были неудачными, но не теряю надежды, что евро восстановится и покажет очень хороший рост. Сегодня я в качестве сделки могу предложить попробовать использовать сделку байстоп с уровня 1.1690-1.17. И, соответственно, в случае восстановления евро-доллара и прохода выше этой планки, уже будем ждать возвращения в этот коридор, который действовал буквально с июля 1.17-1.19. Ну, моя суперцель – это движение в районе отметки 1.20. То есть по евро, как и, собственно, по всему риску, только вверх. И что касается фондового рынка, сейчас, кстати говоря, мы с партнерами компании «Амаркет» вчера записали ролик по поводу того, что может произойти с фондовым рынком дальше перед президентскими выборами. Пришли к выводу, что фондовый рынок лучше рассматривать с позицией покупок. Так, я рекомендую обратить внимание на S&P. Например, в качестве рекомендации тоже здесь как бы две точки входа. Это в случае отбоя от поддержки 3.200, сейчас мы торгуемся на отметке 3.245. Либо уже в случае прохода выше 3.300, это, опять же, в расчете на тест, удачный тест сопротивления и движения выше. По фондовому рынку та же самая аналогия с ожиданием новых мер стимулирования от штабов. То есть, чем больше денег сейчас Конгресс согласует, тем большим благом будет это для фондового рынка. То есть, у нас начнет снижаться доллар, как я уже отметил, и при падении доллара, разумеется, много денег пойдет в фондовый рынок. То есть, по фонде, как и по всему спектру рисковых инструментов, я рассматриваю только лишь длинные позиции. Денис, слово передаю тебе. Так, сейчас сделаю показ рабочего стола. По идее, мой рабочий стол уже должен быть виден. Да, все видно. Итак, ты как раз закончил на ноте с американским рынком с S&P 500, и я, на самом деле, полностью поддерживаю эту идею, его дальнейшего роста. Тем более, так как в последнее время я начал достаточно активно на американской фонде покупать акции, участвовать в IPO, то, в принципе, тоже заинтересован в том, чтобы этот рост состоялся. Дело в том, что с точки зрения грубой техники у нас есть, естественно, восходящая тенденция, в этом видео прекрасно все понимают. В принципе, фондовый рынок, в отличие от валютного, это всегда направленный рынок, и теоретические акции могут расти с учетом сплитов, по сути, бесконечно. То есть, насколько компания себя позиционирует и расширяет, настолько и могут акции расти. Поэтому, потока как такового нет, а в качестве поддержки у нас при падении цены вниз действительно есть диапазон 3,200-3,250, и этот диапазон просто шикарный. Почему? Здесь у нас находится и достаточно мощное скопление. Сейчас, к сожалению, у меня индикатор объемов отключен, просто банально инет не вытягивает, блокирует частично соединение. Поэтому, если поставили память и помнишь, что достаточно сильное есть накопление для поддержки, это раз. Есть также важный значимый уровень поддержки, это два. И в целом даже техническая картина, здесь этот диапазон называется вращение. То есть, это диапазон вращения, который цена видела с обеих сторон, и он достаточно хорошо работает в большинстве случаев. Потому что, если его пройдут, если пройдут эту зону, то следующее будет аж вот здесь внизу, в районе 2935-2965. То есть, аж вот здесь. Но, если честно, я склоняюсь к тому, что вряд ли туда дойдут, потому что какой должен быть для этого триггер? То есть, это должна быть полноценная какая-то вот снова, развивает эту тему с пандемией, якобы со второй вспышкой, хотя, по сути, первой толками не было. Поэтому, если даже все-таки смогут еще раз эту пневмонию брендировать, так как в первый раз, то тогда, конечно, рынку ничего не останется, как прийти вот в этот диапазон. Но его все равно выкупят, потому что это будет просто золотое время для тех, кто будет по дешевке просто скупать акции. То есть, это крупные фонды будут, институционалы и так далее. Но я все-таки более оптимистично настроен и считаю, что в текущей области все-таки попытаются выйти вверх. Ну и плюс ко всему, здесь еще как приятная такая неожиданность, можно так сказать, еще и двойная маржиналка сюда попадает и очень неплохо выглядит. Поэтому схематично я вижу вот в таком виде и совсем по чуть-чуть по мизеру на 3200 решил все-таки купить. В любом случае без убыток, сейчас уже переведен, поэтому посмотрим, как будет дальше. Это то, что индекс S&P 500. Касательно евро, здесь я показывал еще на прошлом брифинге, что у меня были два диапазона. То есть, более дальний в районе 1.15, он наиболее сильный. И второй уровень как раз 1.16.20, 1.16.30 – это диапазон, который у нас сочетается с стратегическим уровнем поддержки 1 и граница нисходящего канала 2. То есть, на самом деле, очень красивая область, красивый диапазон здесь сделан и считаю, что запросто его могут удержать. Единственное, что сегодня есть такой риск, я смотрел его тоже по разным техническим факторам, есть такой риск, что цена может еще раз сделать выброс вниз, потому что тут у нас, собственно, зона перепроданности. Начинается все, что ниже 1.16.10 – это уже потенциальная зона перепроданности. Поэтому может немножко ниже выбросить данные отметки и потом уже через откуп пойти вверх. Поэтому я пока не призываюсь текущих покупать, еще немножко опасно. Либо, пускай вот эту всю проторговку накопления пробьют вверх, тогда на отскоки можете входить без проблем. Либо с текущих могут перелой сделать, обновление минимум, а затем уже двинуть вверх. Но так в целом, если выбирать стратегический, то я только исключительно за лонги, за продолжение тенденции и ослабление доллара. Но это с точки зрения среднего срока. Это не сиюминутно. И касательно нефти, ну я все-таки, это больше связано с тем, какая у меня позиция открытая, я больше придерживаюсь все же медвежьих настроений. Дело в том, что еще вот на прошлой неделе у меня были продажи. Да, они очень красивые, здесь можно было гораздо лучше войти. Но тогда были у меня сомнения, то есть дойдет или не дойдет цена до маржинальной зоны. Потому что зона продавцов здесь уже начиналась вплоть от уровня 40-80, поэтому 41 вошел в продажу. Но в целом, я считаю, что могут попытаться еще такой второй фазы немножко этот рынок нефти поддавить, а потом уже действительно пойти в разворотку. Потому что, по большому счету, отскок произошел, здесь особо ничего не было. Даже с точки зрения опционных границ здесь пустота. Все опционные границы начинаются гораздо ниже. То есть в районе приблизительно 37 с копейками и так далее. То есть если вот технически даже все это рассмотреть, то такое дугообразное движение. И, как поймите, не хватает второго еще цикла падения. И в идеале это в район приблизительно 34 с половиной. Если так в среднем взять от этой зоны, то 34 с половиной было бы очень классная цель, если туда цена действительно дойдет. А потом уже действительно средне-долгосрочный лонг. Но из текущих я пока больше придерживаюсь продажам. Новый не открываю, а текущий переведены в безубыток и просто буду ждать. Вот такое мое мнение по сегодняшним торговым инструментам. Денис, благодарю тебе. Спасибо за точку зрения. Как и всегда, все аргументировано, тщательно, понятно. Соответственно, остается дело за малым. Это за тем, чтобы следить за тем, как поведут себя рынки на самом деле. Еще раз, друзья, напоминаю то, что в следующей неделе мы с Денисом продолжим освещать основные события. И изменения ценовой динамики специально для вас в следующей неделе будет интересны. Снова много отчетов и статистики. И я уверен, что уже в ходе следующей пятидневки у нас будет больше вводных новостных по вот этому пакету фискальных стимулов от Конгресса, который сейчас интересует очень многих. Мало времени остается до выборов. Все понимают то, что Трампу нужен растущий фондовый рынок. Поэтому будем рассчитывать на то, что Трамп протащит все-таки всеми правдами и неправдами необходимость дополнительной фискальной поддержки для экономики. Денис, еще раз тебе спасибо. Хорошего тебе закрытия недели и замечательных выходных. И до следующей недели. Да, взаимно, коллега. До скорых встреч. Пока-пока.